здравствуйте друзья мы с девочками решили подготовиться к зиме и шить чуни как и из чего будет шить мы не договаривались я буду шить из драпа старое пальто у меня есть чисто шерстяное я вырезала вот такие детальки ногу обвела промерила стопу голенище и вот такие детальки вырезала три детали две детали будут боковые 1 центральная вставная и подошва все детали я перевожу мелком на драп и выкраиваю обратите внимание что боковых частей будет две подошва 1 и одна вставка внутренняя которую промеряем вот так посмотрите находим центр вставки и по всей длине до самого верха голенище замеряем нужную длину и выкраиваем также затем сшиваем по задней стороне две боковые части наш чуни и спереди где у нас будет носок находим центр вставки и совмещаем ее со швом на носке для удобства я скалываю среднюю часть а потом наживляю вручную я три детальки сшила и решила померить просто без подошвы пока и видите какая ширина у меня лишний оказался теперь я ее буду связать меряйте по своей ноге чтобы было поточнее подошвы я сделала из коврика хозяйственного купленного за 39 рублей он наподобие кашмы не кашмы кошма толстая наподобие войлока этот коврик по толщине и по плотности я также обвожу милом и выкраиваю две детали подошвы на каждую чуню на подошве находим центр спереди и сзади подошвы и совмещаем и со швами на передней и на задней части чуни скалываем затем наметываем теперь выкраиваем внутреннюю часть чуни эту ткань я купила на вес 160 рублей килограмм по моему весит выкраиваем у меня в два сложения я выкроила две детали сапожка она у меня не шивной а цельное получилось две подошвы и две вставки все детали сшивая между собой точно так же как верхнюю часть на машинке все прошиваем так как у нас срезалась боковые детали сзади поэтому и подошва у нас лишнее оказалось я брала с большим запасом муж был в отъезде поэтому мерил на свою ногу как бы оказалось все таки это много я взяла лишнего подошвы я решила прошить и обмёточным швом вручную нитками для джинса вот я все детали сшила между собой где на машинке где вручную намеренно сделала свободный вход чтобы был чтобы муж не мучился чтобы нога без проблем заходила и выходила свободно из чуни вставляем теперь внутреннюю часть чуни и я подклад закреплю несколькими стежками носочной и в пяточной зоне чтобы подклад не выворачивался при снятии а верхнюю часть голенища я подверну и прошью вручную по тайным швом вот готовы чуни муж доволен швы я все прошила сверху обмёточным швом контрастными нитками дорогие хозяюшки перетряхните свои шкафы и найдите ненужное пальто и шейте своим домочадцам вот такие тепленькие чуни не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться всего доброго до встречи